Перечень документов. Такие объемные стопки документов в течение трех дней будет изучать ЦИК. По итогам примут решение о заверении списка кандидатов-единороссов. Также региональному отделению партии предстоит открыть специальный счет. Уже с этого дня кандидаты могут вести агитацию. Республиканский список Единой России состоит из кандидатов-победителей Праймерис. В результате народного голосования в списке появилось много новых лиц, ранее не участвующих в выборах. Из 56 человек только 22 действующие депутаты госсовета. В первую тройку партии списка вошли Фарид Мухамедшин, руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин и создатель сети полингвальных детских садов Альбина Насырова. Это те люди, за которых проголосовало почти 400 тысяч жителей Татарстана. Именно столько пришло на счетные участки в конце мая, 26 мая текущего года. То есть мы можем сказать, что как никогда открыта была процедура. Основные задачи, которые партия стоит на избирательную кампанию, единоросс озвучили на партконференции. Провести активную, открытую, честную кампанию, дойти до каждого избирателя. Приоритет – встреча с людьми в трудовых коллективах и во дворах. У каждого жителя республики будет возможность, либо лично, либо через телефонную связь, либо через соцсети, интернет, ознакомиться не только с биографиями каждого кандидата, как от мандатника, так и списочника, но и самое главное – будет возможность задать вопрос, поднять проблему. В ходе встреч планируют обсудить программу партии, получить отклики и наказы. Как добавляют все кандидаты, за свой участок работы несут персональную ответственность перед избирателями. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Число татарстанских избирательных участков, расположенных на первых этажах, увеличилось до 92%. Сегодня в ЦИКе республики обсудили создание доступной среды для граждан с ограниченными возможностями. В Татарстане проживает почти 300 тысяч человек с инвалидностью. Как отметили, нужно сделать все, чтобы они смогли принять участие в выборах в госсовет. Сейчас идет работа по оборудованию, входов пандусами, создание тактильной навигации, есть возможность проголосовать и на дому. Им могут помочь составить социальные работники. Они должны встретиться с ними, выявить потребности в форме голосования, которые им наиболее удобны, передать данную информацию в территориальной участковой комиссии. И те уже придут и помогут им составить соответствующие заявления.